Встреча сотрудников Дубоссарской таможни, проводивших оперативно-розыскные мероприятия и молодой пары, произошла на выезде из села Кочиеры. Выяснилось, что граждане вывезли из Молдовы почти 1800 пачек сигарет. Интерес к ним со стороны таможенных органов и мужчину, и женщину крайне удивил. А что, нельзя было здесь сигареты провозить? Ну, знаете, порядок перемещения сигарет. Мне не интересует. Честно, я только с Питера приехала два дня назад. У дамы нашёл сей чек на приобретённый товар, а у её спутника весьма спорное объяснение, зачем им столько вредного для здоровья табака. Да, собственно, пользуясь. Легко? Собственно. Выкинь что-то? Да. И лишь затем хозяйка товара задалась запоздалым вопросом. А вообще, нужно было, как это сделать? Как это нужно было сделать? Чисто можно. Правда, это в отношении любого другого товара, но не подакцизного. Физические лица не имеют права перемещать сигареты. Таможенный ликбез этим гражданам пришлось проходить без отрыва от практики в ходе оформления протокола о нарушении таможенных правил. Цена таких знаний обошлась им в 3436 рублей штрафа. Поскольку физические лица, согласно действующему законодательству, не имеют права ввозить в Приднестровье коммерческие партии сигарет, а только для личного пользования в количестве 200 штук, то товар, вместе с ним транспортное средство и его хозяева, были выдворены под таможенным сопровождением на территорию Молдовы. Кто-то решит, что наказание слишком жесткое. Однако речь идет о подакцизных товарах. Согласно распоряжению президента, за их перемещением ГТК наладила повышенный контроль в целях обеспечения полноты сборов акцизного налога и других таможенных платежей, а также предотвращения нелегального ввоза-вывоза. По статистике, именно физические лица являются главными фигурантами в делах о контрабанде табачной продукции и спирта. Выведение такого рода бизнеса из тени – еще одна задача, которая поставлена руководством республики перед таможенными органами.